Увидеть свои квартиры и потерять дар речи в столице. Десятки дольщиков жилого комплекса прорвались на территорию стройки и увидели, как там обстоят дела на самом деле. За последний год, по их словам, работы практически не сдвинулись с места. Хотя дом изначально обещали сдать еще в августе 2019-го. Вместе с дольщиками темпы строительства оценил и наш корреспондент Андрей Деменок. На свой страх и риск от безысходности дольщики штурмуют территорию стройки. Соседями все они должны были стать еще год назад. Мы должны были в прошлом году заехать 5 августа. Сегодня уже 20-й год, 5 августа. Мы до сих пор, у нас стройка стоит. Почему мы дольщики? Мы уже устали ждать. Если до этого отчаянного прорыва у кого-то из дольщиков еще были надежды на скорое новоселье, то с каждым шагом их становилось явно меньше. Тем более, что с некоторых ракурсов картина была просто удручающей. Мы первый раз с этой стороны. Нас обычно всегда, вот в прошлом году мы собирались так. Это было 5 августа 2019-го года. Мы с той стороны нас завели, показали нам, мы нам собрание провели. И после этого мы сами самостоятельно приезжаем, получается. С этой стороны мы вообще не были. Вот впервые я в шоке сама прям. Еще сильнее увиденное дольщиком резонирует с теми фотографиями, которые публиковал застройщик. Как было в прошлом году, в декабре я приезжал, не было ни стяжки, ничего. Провода как лежали, так и лежат по сей день. Я поднялся на девятый этаж. С первого поднялся. Везде-то каждый этаж. Ничего не сделали. В этот момент на стройплощадке появился представитель строительной компании. Однако к встрече с неожиданными гостями, которые давно уже должны были стать здесь хозяевами, он был явно не готов. А потому узнать у него о сроках окончания строительства оказалось делом не из простых. Как прочим, и его фамилию. Ее называть отказался. Когда все-таки будут люди смогут въехать в квартиры? Ну, в соответствии с графиками, которые согласованы. Можно их озвучить? Я эту информацию пока не знаю. В году 5 августа должны были заехать. А что вы тогда вот, то есть какие задачи вот люди сейчас вы приехали с людьми встречаться? Что вы им должны были сказать? Я не планировал встречаться с людьми. Чиновники, которые также приехали на объект, как ни странно, оказались более разговорчивы и инициативны. Им даже удалось связаться с директором строительной компании. Вот сейчас озвучить, вот сейчас журналисты тоже смотрят. Да, мы в этом году сдаем полностью по графику, как положено мы сдаем. Хорошо, срок когда? Это как его, вот мы то, что как-то обещали первую и третью позицию. И это как-то года, вот эту третью позицию. Постараемся еще один из-за позиций, это как-то года занят. Очередная порция обещания застройщика у дольщиков энтузиазма не вызвала. Люди говорят, слишком много их было. 9 января я была в квартире и сегодня точно так же ничего не изменилось. Вот буквально ничего не изменилось. Все так же. Я 9 января видео снимала. И вот сегодня август и 5 августа. Все так же. Окончательно отчаявшись в надежде на помощь, люди намерены обратиться к руководству страны. Под коллективным письмом уже подписались десятки дольщиков. Андрей Деменок, Осадка Ругайшиев, Хабар, 24. Продолжение следует.